Праздник здоровья развернулся на стадионе 17-й средней школы. Поучаствовать в мероприятии собралось большое количество детей. Организаторы праздника, администрация Ленинского района совместно с учреждениями здравоохранения и образования позаботились о том, чтобы участники с пользой провели время. Попробовали себя в разных видах спорта, пообщались с именитыми брестскими спортсменами. На отреставрированном стадионе школы расположилось несколько площадок, в том числе и волонтерский уголок, где добровольцы отряда «Доброе сердце» повязывали участникам зеленой ленточки как символ здоровья. Мы очень много и часто говорим о здоровом образе жизни, о том, что нужно поддерживать здоровый образ жизни, о том, чтобы все эти начинания в этом направлении имели такой системный характер. И один из таких, наверное, девизов администрации, да и нашего гордовости – переходить от каких-то общих слов к конкретным делам. Я, наверное, не могу сегодня не сказать, что сегодня 7 апреля и в какой-то степени это день рождения Ленинского района, как и Московского, потому что было принято решение в это время о создании двух районов в городе Бресте. Но это так получилось, в общем-то, символично. Участники мероприятия – ученики как младших, так и старших классов. Все они могли попробовать свои силы в каком-либо из видов спорта – баскетболе, мини-футболе, гиревом спорте, эстафете, дартс. На некоторых площадках ребятам были предложены мастер-классы. Один из таких дал чемпион мира по армрестлингу Виктор Браченя. Это нужно, это на самом деле, и это даже не то, что нужно, это правильно. Потому что в наше время здоровье – это все. Если есть здоровье, так говорится, уже все остальное, можно уже как-то что-то купить, что-то можно взять, а вот здоровье уже нужно заботиться с мальства. Поэтому вот эта вот акция, которая приносят именно в школе проводиться, это правильно. Потому что нужно прививать любовь к спорту, к здоровью, к здоровому образу жизни именно с малых лет. В городе над Бугом созданы благоприятные условия для активного времяпрепровождения и занятий спортом. Работа в этом направлении не прекращается. Отличный пример – пришкольный спортивный стадион школы номер 17, оборудованный специально для детей с учетом разных предпочтений. Богатое оснащение, современный спортивный инвентарь. В том, что это место притягивает подростков, сомнений нет никаких. И таких примеров множество. Берестейский край непрерывно развивается. В том, что касается спорта, власти города, учреждения здравоохранения и образования останавливаться не планируют. Население прирастает, раз много молодежи. Молодежь – это показатель того, что население и страна движутся в правильном направлении. Ну и наш город в том числе. Ну и я думаю, что раз дети пришли, пришли те, кто хочет себя проявить, кто хочет поддержать, получить какие-то навыки, которые будет потом дальше использовать в сохранении своего здоровья. Это пригодится на всю жизнь потом. Ну и он сможет жить долго и счастливо, а жизнь человеческая – она бесценна.